добрый день 14 октября размышления по поводу дальнейшего строительства конкретно на нефти варианты опционной змеи или рейтил спрэдов значит вариант состоит в том чтобы ну прежде всего идея торговой схемы такой чтобы формализовать и привести к каким-то стандартам процедурам это значит что количество возможных операций снизить а не расширить поэтому в этой схеме ну по сути то я уже использовал на практике значит вся вот это как бы рейтинг в данном случае это на рейтинг спрэдах она строится используется только четыре точки abcd имеется у страйки то есть базовые точки bc это когда мы входим основную основная часть позиции оставим рейтинг на bc значит если рынок идет наверх то мы ставим рейтинг а b если он идет на нас вниз соответственно cd то есть комбинация либо наступает либо отступает количество страйков ограничено а б используется тут я справа написал как закупка опционов хотя в случае если использую а б страйк то он часть купленных до этого закрывает но при этом все равно на бы не должно возникнуть проданных опционов сумме а ц это кэш-продажа плюс такой комбинации стандартизованным тем что при сильном движении вниз но что использовал сентябре можно закрывать радио спрэдами не только bc основная позиция но и сразу использовать акция имеется виду там выбираете коэффициент использовал 1 к 5 даже 1 к 6 одним лимитом можно закрывать сразу часть позиции причем достаточно сильно регулировать вега вегу которую довольно неприятно когда она падает ну и дельту соответственно вот этим коэффициентом сразу можно сильно снизить и то и другое и тем самым снизить риски все ну как она работает во первых я хотел сказать с коллегой говорили мы что опционная змея например и рейтус спрэд по сути это одно и то же и весь вопрос в количествах ну вот если хотите доходность больше меньше то просто больше змеи открывает на самом деле если на микро уровне ну как крупном плану посмотреть вот у меня на одном счету рейтус спрэд . bc здесь купили 20 продали и примерная по маржа на другом счете змея значит тут маржа 8 600 дельта 11 но немножко сбалансирована но в рамках это восемьдесят девять и вега 250 рекомендую использовать коэффициент отношения веге к тете поскольку чем больше вега тем хуже для вас чем больше тета тем лучше для вас соответственно чем ниже коэффициент тем лучше для вас значит делим 250 разделить на восемьдесят девять 2 и 8 коэффициент вот этой комбинации в той же комбинации при том что мы имеем преимущество по марже меньше маржа от это такая же коэффициент здесь явно лучше и дельта тоже получше но это как бы вот первый такой обзор 2 2 48 то есть ниже коэффициент это хорошо если посмотреть их крупным планом потом наложить потом это еще увеличить совсем крупным планом то есть но в этом смысле последние версии общем как-то лучше это отражают это можно видеть что синяю она вообще тут и вверх идет интересно только что смотрел немножко по-другому было но сейчас мы посмотрим то есть может я слишком уж увеличил на значит вот если крупным планом приблизить то видно что несмотря на то ну дельта там действительно небольшая плюс что вариант с опционой змеи быстрее загибается вниз ну грубо говоря гамма у него побольше хотя гамма минус 383 на одном варианте змея на другом варианте 2.59 ну поменьше да но там видимо на таких вариантах еще играет скорость изменения греков скорость изменения гаммы дельты и прочее 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 то есть но вот это как бы отражается на общем что скорость завала на минусовую зону у змеи будет больше но если будет волатильность расти на 1 процентом это не так существенно они приближаются на 5 они почти рядом будут одинаковые минуса но запас прочности у вас лучше на как ни странно на рейте о спреде но опять же если его правильно поставить его можно ставить на рынке на пол стандартном уклонение на стандартном уклонение и дальше в зависимости от как бы выбранной доходности вот возвращаясь к точке bc значит если рынок то есть вот сейчас конструкция она выглядит таким образом если рынок идет наверх нефти посмотрим ну это на экспирацию экспирация опционы на нефть мы никогда не доводим значит следующая точка то есть когда ты обсуждал там зуб дракона это чтобы дальше вот эту зону растянуть то есть проданный опцион выше купленного данном случае он совпадает точка b она же является второй ногой в этой комбинации а b bc купили потом а b ну например 85 это конечно зависимости от дельты и вега на тот момент то есть если вам например минус 79 у вас вега дельта например стало минус 30 к примеру берете вот смотрю 85 против 82 однозначно дают подправить вопрос сколько 26 ну вот если там будет минус 30 она пол 0 и будет это будет вот таким образом она в общем то и не сильно меняется сильнее меняется не профиль на экспирацию до которой опять же по большому счету нету дела а сильнее меняется профиль на текущий момент а он и нужен на текущий момент в первом случае во втором конечно приподнимаем эту зону ну и наоборот ну точнее бывает и так что кстати в сентябре так и было сначала вверх это кстати для вот этих конструкций самый плохой период сначала вверх вы усиляетесь идете за конструкция потом резко вниз соответственно тогда можно конечно использовать все четыре точки взять перенести опять же в зависимости от задач по дейте например надо сейчас привести к нулю снизили ну да вот если говорить о точке без убытка до до которой мы все равно ждать не будем то она конечно увеличивается на нас больше интересует интересует конечно профиль профиль опять же тут надо крупное увеличение чтобы сравнивать это все это зеленая линия синяя линия синяя линия наиболее благоприятна а синяя линия это вообще первый заход весьма и уже вообще не имеет мы сделали шаг вперед потом сделали шаг назад значит что действительно удобно в таких конструкциях что выход может происходить сразу по точке а с ну или даже а д просто коэффициент подбираете это очень сильно поменяет бегу и это более эффективный способ я думаю чем просто проданным выкуп проданных опционов потому что когда рынок идет вниз цена всегда завышена ну кроме беда во-первых широкие но и сами цены на опционы завышены когда вы выходите ретел то частично вы это компенсируете тем что вы и купленные свои опционы по завышенным ценам закрываете но конечно чем больше коэффициент тем все таки это будет в сторону завышения выкупа опционов но кроме того ну как бы психологически это гораздо комфортнее выходить рейтел спредами поскольку вы просто меняете конфигурацию и снижаете сумму конструкции покупка продажа опционов это фактически всегда фиксация определенных плюсов минусов но если рынок вниз идет то конечно минусов вот такая вот идея и идея довести до торговой схемы но точных процедур более того ее то же самое как бы можно примеривать и на робота поскольку тут точек управления довольно мало но вот если говорить про управление роботами то конечно начинать надо вообще с как бы общая конструкция и одна точка управления данном случае для змеи это например . c последняя здесь это может быть . d а потом уже как бы это размышление вслух уже робот например может оперировать несколькими точками управления делать более сложные процедуры вот такие соображения спасибо